всем привет вы на канале джебикс меня зовут богдан и сегодня у нас на обзоре приставочка x7 плюс это что-то типа sony psp то есть пластейшн порты был как вот это раньше были go 3008 1008 ну кто в теме тот знает итак ребят сейчас мы посмотрим какие там игрушки можно поиграть расскажу о ее характеристиках покажу что идет в комплекте ссылочку там на естественно кому может интересно будет кто может заказать кому-то надо будет то может перейти и по ссылочке заказать кто не подписан подписывайтесь на мой канал также комментируйте мои ролики ставьте лайки или дизлайки но и погнали к подробному просмотру итак ребята значит сама приставочка идет вот такой коробочке спереди мы видим саму приставку здесь написано 51 дюйма то есть это экран данного устройства на задней части коробочки написаны абсолютно все характеристики которые здесь есть ну хотя много чего непонятно но сейчас я вам немножечко расскажу то есть во первых есть цвета разные то есть вот здесь нарисованы цвета в которых она бывает то есть три цвета это джойстики разные и вот эта часть где экран черная соответственно можете выбрать черную джойстики разные там еще ну все что можно вот вы видите с этой части также приставочка идет на 4 на 8 и на 16 гигабайт то есть это встроенной памяти еще поддерживает флеш карты которыми вы можете добавить память вот распаковываем конкретно эта модель кстати на 8 гигабайт своей памяти в комплекте мод вы видим саму приставочку отложим сторону также действие это при очень прикольная штука кабелян еще тюльпаны к старым телевизором для подключения этой приставки то есть что-то типа как раньше знаете были вот это с сеги деньги как мы подключали играли через телевизор очень было прикольно также идет идут наушники в комплекте которые тоже подключаются к приставочке она имеет выход 35 миллиметра инструкция как любом другом устройстве но естественно кабель для зарядки он сейчас стоит у меня собственно на зарядочке заряжал поэтому не покажу значит вот собственно вот так вот выглядит сама приставочка то есть левый джойстик часть вот это желтая правая красная сзади есть даже камера и соответственно динамик и вот здесь мы как раз таки и видим что она на 8 гигабайт давайте сейчас посмотрим на приставочку значит на у нас с левой части есть джойстик есть вот такой стик едва то есть с правой слева кнопочка escape с правой части у нас кнопка select start тоже джойстик и кнопочки ну естественно как его в любых других приставочка это индикатор включения выключения зарядки данного устройства снизу написано что это xm плюс на задней части у нас находится только вот здесь динамик который воспроизводит музыку и видеокамера и самое интересное на верхней части находится здесь во-первых shift и то есть левый и правый также в клавиша включения две клавиши регулировки громкости вот собственно вот такая зарядочка у нас тоже здесь индикатор вставляется флешки micro sd как любом телефоне и собственно выход 35 миллиметровый на любые наушники включаем данную приставочку загорается соответственно вот здесь индикатор что она загружается и включается приставка значит вот меню выглядит вот таким вот образом кстати языки вы можете менять она изначально была на английском все поменял настройка все очень просто перелистывать можете хоть крестиком хоть самим стиком здесь есть игры которые уже установлены также очень большой плюс что сюда вставляется флешечкой вы можете просто накачать любые игры через компьютер и скинуть сюда и также спокойно в них играть также и можно использовать как просто плеер например накачать на флешку музыки подставить и соответственно тоже и и прослушивать вот здесь есть музыка которая уже скачана ее можно тоже прослушивать кстати выбрать клавишей б назад клавишей а значит дальше собственно ну например я зайду в так также еще забыл сказать что видео то есть вы тоже можете скачать какой-то например фильм и закинуть сюда тоже будет собственно просмотреть можно будет есть запись диктофона вот как раз микрофон как я уже говорил можете что-то записать послушать и фотокамера сейчас посмотрим работает ли она вот смотрите то есть фотокамера работы не то чтобы сказать она идеальная классная но но она есть честно говоря не знаю возможно это для каких-то игр или еще для чего-то ребят давайте самое интересное для чего она и создавалась попробуем на что-то поиграть вот ребята это игры которые уже установлены вот например я зайду в танки выбираем б игра загружается перезапуск игры нажимаю и так ребят вот в самих танках мы уже находимся то есть сейчас я звук немножко прикручу все реально как раньше вот как на дэнди прям ностальгия такая знаете вот эти карты где вы не можете нам допустим проезжать танчики вы можете всех убивать ну реально прикольно стандировать даже не так прикольно играть в на sony playstation как вот в эти деньги игры реально прикольно но еще прикольно плюс что вы можете естественно скачивать любые игры через интернет и через флешку соответственно устанавливать сюда и играть в абсолютно любые не нужно вам как на дэнди покупать отдельно кассеты чтобы поиграть какие-то игры здесь все намного проще и так давайте сейчас перейдем другие игры сейчас я покажу что реально это можно делать то есть скачивать игры и закидывать вот смотрите это игры которые уже установлены а мы например можем зайти в игры которые только скинуты вот смотрите вот игры и здесь у нас файлы вот последние листы файлы которые закинуты сюда вот например counter-contra тоже с dandy перезапуск игры мы зашли в контру и здесь мы тоже собственно как вы видите можем играть то есть нужно просто скачать игры именно для этой консоли и соответственно перекинуть на флешку и можно будет спокойно в нее играть это реально прикольно вот мне нравится это классно также как я уже сказал можно использовать ее как плеер то есть перекинуть музыку и слушать ее через динамики устройства или же через сами наушники выход 3 и 5 как я уже сказал есть ребята кто не подписан подписывайтесь на канал ссылочка на данное устройство будет в описании кто хочет переходите кому что непонятно пишите в комментариях с удовольствием отвечу всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока